всех приветствую мои родные любимые сердцу дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео на котором вы узнаете ответ на вопрос что такое грех я вам продемонстрирую на экране скриншоты мне недавно пришло на почту два письма некого человека юрия мушникова давайте их прочитаем первое письмо дмитрий вечер вчера посмотрел твое видео про кафе но у меня есть на канале видео о том что я хотел бы открыть веганское кафе я вегетарианец и у тебя хорошая мечта хотя я адвентист и против алкоголя но у меня тоже есть мечта прожить для иисуса и буду еще четыре года молиться чтобы уехать на север в деревню где много моей родни и там нет ничего кроме двух магазинов может обетование матфея 1929 исполнится в моей жизни и я для бога ибо для бога нет ничего невозможного мне хочется очень тебе помочь чем он мне хочет помочь я не знаю а может я по воле божьей живу в устьянском районе уже 15 лет сейчас мне 54 года и большую часть жизни жил во грехе но это вот такое вот первое письмо казалось бы на первый взгляд безобидное очень даже может быть не только не безобидно наоборот интересно да человек 54 года адвентист вегетарианец что удивительное ну неизвестно как давно распишет что большую часть жизнь провел в грехе ну и сейчас вот живет христианской якобы жизнью вегетарианец не потребляющий алкоголь сейчас мы узнаем почему ну живет в некой области россии и мечтает куда-то там на север где его родня и два магазина уехать ну и давайте прочитаем второе письмо матфея называется это название там такие письма то было как назывался иисус видит наши сердца а здесь он в названии письма написал матфея 7 21 23 но мы кстати можем с читать откуда это не вся эта нагорная проповедь иисуса по евангелию от матфея когда она заканчивается не всякий говорящий мне господи господи войдет в небесное царство но исполняющий волю отца моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи не от вывали именем и пророчества не твоим ли именем бесов изгоняли не твоим ли именем многие чудеса творили и ты тогда и тогда объявлю я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие ну и теперь читаем второе письмо юрия дмитрий бог не благословляет алкоголь . откуда человек взял это но следующим строкой следующим вернее предложением пишет мне в библии читай про секиру что я должен в библии читай мне в отличие от вас всех многих ну я говорю всех потому что я лично не встречал человека у которого на канале была бы публично с комментариями записана вся библия у меня такой труд имеется и поэтому где в библии я должен читать про секиру надо давать конкретные ссылки хотя бы пусть как вы любите вырваны из контекста где конкретно что а секиру в каком контексте и что ты как понимаешь да что ты там видишь как ты понял это место то уж там кто-то что-то сделал и порой даже авторы писаний корпуса под названием библия не подводит никаких итогов хорошо или это плохо ты читай это якобы слове божьем святом писании делаешь какие-то выводы и говорит что от имени бога что это ему угодно или не угодно поэтому это я вам просто для тех кто хочет мне чему-то научить вы будьте любезны уж станете учителями нормальными да если вы ссылаетесь сошлитесь на конкретное место более понятные дайте свою развернутое понимание этому месту а вино раньше был виноградный сок это кто сказал но кто это сказал никто это сказали адвентисты почему они это сказали ну скорее все основатель адвентистов был просто невменяемый при употреблении алкоголя решил сам себе положить что возможно сделал правильно да не пить ее алкогольных напитков ну и повесить это на всех своих адептов но вино никогда не было виноградным соком есть виноградный сок а есть вино есть уксус есть водка есть ликеры есть аперитивы есть коньяки есть настойки много чего есть есть шампанское и еще и еще и еще джины мартини кто знает я занимался кафе ресторанами я бы мог до бесконечности перечислять творческую мысль человека которую способен из божьего из божьих всяких начал тоже выделать всякие изделия в том числе и алкогольные напитки безосновательное утверждение адвентистов поэтому господь не отвечает на твои молитвы то есть бог ко мне глух как впрочем и на мои ну на твои я это сам по себе суди напишу потом мне если честно уже это не интересно что ты мне потом напишешь я думаю двумя этими сообщениями в письме ограничить свои свои переговоры с тобой можешь оставить в нашей газете рекламу газета у них в интернет варианте называется восемь докторов ром мне не интересно ваша газета с названием восемь докторов это я это я так понял могу сделать при условии если святой дух достучиться для меня негодного грешника до моего сердечка как он пишет и я решу от опьяняющих напитков отказаться я не хочу отказываться не собираюсь от того что не является грехом еще попробую обратиться фонд found 8 за орг ведь сколько есть вкусных напитков и что много я все их люблю в том числе и опьяняющие хотя человек состоит из воды вот видите как у них но есть и другие чек из воды конечно хорошо об одну воду петь ну пей одну воду тогда надеюсь увидеть откуда ты знаешь из чего человек состоит ты супер биолог да и даже если ты был супер биологом и что-то там в микроскоп насмотрел с чего ты взял что я должен тебе верить ты считаешь что только из воды а я считаю что нет а что такое вода надеюсь видится в новом юрусалиме вряд ли мы с тобой увидимся в новом юрусалиме и напоследок на выбор два адреса по здоровью я не не нужны ваши адреса по здоровью урал молоко молокова я во первых веган если ты не в курсе да и вайбер instagram шин и хин к чему я зачитал вам сегодня эти сообщения мне на почту вот эти все вещи я ролик назвал не просто так грех это что такое грех у меня уже есть не один ролик соответствующим можно сказать одноименном плейлисте но он называется бытие там я так скажем богословские определения собираю всякие вот эти мысли чтобы понять мироздание почему кто меня не раз смотрел слушал кто общался лично общается знает что я очень твердый в таких вещах когда касается даже как говорится каких-то кажется незначительных вещей татуировки алкоголь косметика бытовые какие-то вещи украшения творчество песни пляски почему я всегда твердо стою на убеждение о том что это не является грехом если это никому не причиняет никакого зла вреда здоровью жизни при условии всегда оговорка по фрейду до при условии что не просто то что ты своей самой жизнью святой кому-то до обжигаешь кого-то огнем своей святости опаляешь или своим светом разгоняешь тьму и тебе говорят уйди из глаз долой да и ты должен стать тьмою стать солью потерявший силу да это конечно речь не об этом речь о том что ты действительно творя добро живя святой жизнью по-настоящему не делаешь никому зла тогда все твои деяния творческие какие-то личные интересы развлечения получение удовольствия если они не сопряжены с причинением кому-либо вреда жизни здоровью там психики телу и так далее не являются грехом грехом теперь дает четкое определение понятная греха грех это деяние неважно какая у нее цель даже грубо говоря получение личностного удовольствия я просто вышел в пузо почесать до на огород что-то покопать там это не важно можно выйти на огород покопать и тут же лопаты пополам соседу голову перерубить это неважно абсолютно это деяние которое косвенно или прямо причиняет любому живому существу божьему творению на земле какой-либо вред назовем его видимому миру и невидимым то есть внешнему и внутреннему телу и душе какой-нибудь вред временный или постоянный или вплоть до самого ценного это лишение жизни ну и как я говорился по фрейду ты не то что ты до надел кепочку да или ты сбрил бородку а он верит в святую бороду и ты сразу становишься в его в его глаза грешником и чтобы не соблазнить якобы святого человека да вот с такой вот бородой или такую вот святую девицу вот с такой вот покрывалом в котором одни глаза видны нет это не является грехом то что я не такой как ты на вкус фломастеры разные все это прекрасно должны по жизни знать у кого хоть что то есть в голове и в сердце настоящий вред настоящая боль причиняемое тело настоящая боль причиняемое душе и я имею ввиду прямые какие-то особенные заслуженные да тем более какие-то оскорбления критика человека да ты дебил урод идиот ни за что просто не объясняя почему до ругательство то есть ты обидел человек ты плоти не причинил ты душе причинил вред ты ранил человека кривой косой до или в крайней степени это жизни человек лишение жизни человека живое существо любое погубление природы до по погублению вот что такое настоящий грех деяние которые косвенно или прямо вы можете прямо не участвуйте можете сами не убивать животных но вы за это проплачиваете и для вас их убивают неважно для похоти чрева для похоти тела для похоти глаз выходя в цирк проплачиваете тем кто животных излавливает порабощает заточает в клетках и делает пожизненными зэками невиновными в своих приз не в каких преступлениях вы за все это платить косвенно участвую в этих беззаконних более того вы на самом деле казалось бы участвовать косвенно на самом деле является самым прины прямым непосредственным источником этого злодеяния потому что спрос рождает предложение вот все же такой грех почему я всегда твердо очень я когда мне знаете люди некоторые ну сначала встретить мои ролики попав на разные мои ролики где-то там о татухах и сразу там кто-то там о вечности услышит кто-то об исусе христе или еще любви к человеку там до любви к природе а потом вдруг услышит любви к животным но так как ролики выпускать на разные темы и в личке общаясь кто-то попадает на мои видео я снимал о татуировках об алкоголе до а сексе мужа и жене отношениях о семье разные о творчестве о косметике да всякое у меня есть и выпускал и кто-то попадаем сначала как бы соблазняюсь но все-таки может быть чувствуя меня вот виде как вы сейчас меня все видите слышу мой голос мою пропасть ну чувствую что что-то есть интересненькое доброе да но вот мне не все нравится что он говорит и конечно же не сразу отворачиваются но пытаются меня вразумить окаянного грешника немножко или множко идущего не туда и кто нарывался на этот рожон знает что я острой палкой рожон переводится как по-евангельски я сразу встаю твердо в своей позиции и все вот такие вот подобные бред не не принимаю более того если есть возможность человек способен имеющие уши слышать имеющие глаза видеть имеющий разум размышлять имеющие сердце чувствовать пытаюсь конечно донести ему истины но если это человек не прошибаем не хочет идти до открыться истине ну что ж я говорю как говорил иисус вольному воле идите своей дорогой не хотите ли вы отойти до почему я так твердо всегда ставишь что-то эту ровки отнесло когда потом даже человек попытавшись меня грешников разумить и увидим а твердость и видимой все-таки решается узнать немножко получше может быть случайно попадать ему ролики и не знаю как все это со стороны там происходит да и потом через какое-то время все равно мне еще пишет знакомимся может даже начинаем какое-то общение виртуальное или реальное и там закрывает глаза ладно там ну дело этой татуировки ну ладно так человек хорошим хочет стать буду общаться я даже таким людям всегда говорил в лицо я говорю не надо мне делать одолжение типа я вот такой ну вроде до проповедник вроде христианин веган вроде добра много делаю но но есть грешки у кого их нету да и нет нет оставьте это себе даже если вы так думаете обо мне не скрывайте этого от меня пусть между нами будет недопонимание пусть между нами будет расстояние из-за этого но хотя бы честными остаетесь и вы и я почему я так делаю почему я так твердо казалось бы стою это касается одежды внешнего вида да и прочих прочих вести длинные волосы короткие волосы борода реснички глаза ушки ножки ушки до сережки колечки почему я так твердо стою всегда в этом что творчество что дела которые никому ничего не причиняют никакого вреда и здоровье более того связано с каким-то тверчеством разнообразие красотой жизни которую мы радуемся потребляя что-то разненькое вкусное виде что-то созерцая что-то интересненькое делая что-то прекрасное своими руками для себя для своих близких или вообще для посторонних нам людей что это не то что грехом а даже является добродетелью ибо человек создан по образу и подобию бога дефис хотите тире или равно творца бог творец и все люди в них сидит этот источник творения мы хотим все время что-то из чего-то лепите что-то приукрасит это не знаете что бог создан несовершенный мир был создал прекрасный мир и сказал что всякое удовольствие на этой земле когда-то бывший рай человеку это удовольствие доступно всякое только одно было недоступно творение зла кому-то или чему-то как мы это любим говорить да кто проповедует любовь ко всему можем творение они только зациклились на человеке еще раз я никак не отвечу да все вас подводя подводя вспахиваю землю вашего сердца почему же я так твердо в этом стою что татуировки это не зло что я не грешник нося татуировки дело их на себе я бы их самых делась вы мелко этому талант и по спокойненько говорю кто хочет делать почему я проповедую сам выпивать могу позволить себе алкогольный напиток и проповедую то что если ты тоже себе можешь позволить никому не творя зла можешь спокойно употреблять эти напитки в муж их делать сам бог создал виноград яблоко любые сливы любые ягоды до фрукты из которых можно делать вино можно делать вино настойки какие угодно напитки коньяки и прочие прочие вещи почему я проповедую что человек может принципе одеваться как он хочет почему он может делать с собой с другими все что он считает нужным если это не причиняет этим людям страдания я вам в пример мы возвращаемся ко второму письму я вам еще раз показываю цепочку даже не буду вам экран открывать я думаю что и все это письмо услышали человек назвав вино алкогольный напиток вообще грехом что это богу не угодно цепочка какая значит если я его употребляю я грешник если я грешник меня не слышит бог если меня не слышит бог и не отвечает на мои молитвы я остаюсь во тьме я не знаю истины естественно я не иду по пути истины естественно участь моя печальная вот вам цепочка всех этих лживых и неправильных как раз мировоззрение человеческих именно поэтому я так четко и твердо всегда стою в этих убеждениях и проповедую их ни в коем случае никогда не называйте грехом то что грехом не является и никогда не именуйте добродетелями типа там ношение платочка отращивание бороды соблюдение религиозных культовых обрядов любой секты конфессии лиги мировоззрения ибо это не приводит человека к святости вымышленные добродетели и точно также не приводит человека к сатанизму грехи который грехами не является они приводят к обратному действию это же все связано понимаете абсолютно связано за татуировки те же самые пожалуйста кто знает у меня есть кожные заболевания причем еще они были у меня от юности они не зная ничего о моей жизни начинают мне сразу свои теории велико мудро ученые выдвигать да у меня с кожей проблемы еще были до первой моей татуировки сделаны на 18 лет чем маленькой а проблемы уже были с кожей тогда мне всю жизнь были проблемы с кожей это так называемая экзема которую я сейчас так именую потому что мне как-то в последний раз когда-то там врачи сказали она была у меня видимо еще от юности в разных время интерпретациях немножко изменялась то так сохнет то по другому то лопается тот гниет по-разному но смысл был всегда один у меня всегда были проблемы с кожей на руках и ногах в основном на вот этой мягкой стороне но и вот здесь на наружней это был еще до моей первой татуировки естественно те кто просто их не принимает неверующие люди в миру о ты там что-то сделал вот у тебя проблемы с кожей ну и религиозник естественно да вспомнив фразу моисея который запрещал делать нарезы и надписи по умершим я по умершимся вообще ничего не делаю я не верю ни в какие загробные клятвы да в мир духов не призываю себе посвидетели или в силу я делаю свою татуировки для печати того кто я есть это раз и для проповеди другим как надо жить поэтому на моей руке вы можете найти что я веган и что надо стать веганом что я христолюб что бог есть любовь а значит люби ближнего твоего у меня написано вот какие у меня надписи они из ада вышли нет это свет который во мне и который изливается на других не призывает этим светом стать и так куда ни коснись пожалуйста человек сказал что я выпив алкогольный напиток и немножко прихмелев будучи абсолютно добрым человеком что в жизни и без алкоголя и с алкоголем я становлюсь еще более добрым еще более радушным у меня не сносят башню меня никуда не тянет ни на какие подвиги и я не туплю мне просто хорошо и как в библии написано в одном месте до что вино веселит сердце человека я просто получаю еще небольшое как от любых других вещей от выпитого и виноградного сока я тоже получаю удовольствие и от апельсинового и добавление уксуса в салат а это скисшее еще более скисшее вино я тоже испытываю удовольствие мне очень нравится такой капустный салат морковный там до приправлены вот уксусом именно кто знает он такой получается очень вкусный очень специфически смешанные с шлюнки потекли с капустным соком со свежей молодой летней капустой я все люблю мне все это нравится ну что-то моему вкусу может быть не подходит да не все этом люблю я это злом не называю мне просто не нравится другом нравится пожалуйста я просто получаю удовольствие точно так как мы получаем от прочих вещей удовольствие удовольствие это не грех все кто удовольствие записали в грехи даже получение вы на этой земле идут против бога и тут против истины бог создал человека для счастья даже на этой земле это что мы живем в аду только потому что злые дела исходят из сердец посредством рук и ног человеческих вот и все бог после даже грехопадения адам и евы законные удовольствие получаемые от его творения не считает грехом и не считала никогда человеку об этом не говорил это сидит сердце каждого человека и как вы видите вот это вот ложное неверное понимание точнее вообще не обитание и не пребывание в истине каким печальным последствия ведет к человека вот нас с этим человеком это разделяет теперь а что нас разделяет с моей стороны я понимаю что разделяет бред его неправильное понимание потому что если бы этот человек выпил со мной бы я бы по пьяни драться с ним не полез я бы его не оскорбил не унизил я бы ничего плохого не сделал и он бы понял если бы он не религиозно мыслил а по-настоящему через призму познание добра и зла что с нами произошло плохого вот кстати если он набухается и начнет нести нести ахинею приставать и совершит какое-то преступление ему и нюхать нельзя и вот он кстати алкоголь раскрыл в нем то то кем он является на самом деле вы знаете есть такое понятие я думаю что многие из вас даже впервые об этом задумывается знаете как еще можно алкоголь назвать для человека эликсир правды знаете есть такое понятие в сказках фильмах сыворотка правды очень часто в фильмах такой в каких-то мультиках в сказках в повестях в рассказах книжках пишут тип там ведьма там или колдун сейчас в современных фильмах будущего тип там сыворотка вколол и он там все говорит шприцом в человека да вот алкоголь кстати очень хорошая сыворотка правда все то что там в нутрянке он где-то запрятал алкоголь как говорят море по колено человек открывает свободу вот это мне кто знает пофигизм открывается море по колено и человек начинает делать такие дела которые он себе душит но он такой есть вот алкоголь в таком человеке откроет в каждом его сущность я говорю посмотрите на меня приедьте со мной давайте с вами посидим на застолье кто я есть и кто есть и вы и особенно если алкоголь вас это открывал когда-нибудь да у вас печальная история внутрянка у вас печальная конечно же вам надо сеть вам надо пробку перестать нюхать если ты не способен я могу вот так вот взять бокал первый второй третий ты не скажешь дима все поставь я поставлю я могу поставить после первого могу после 4 после 10 я могу поставить у перед тем как я его только к своим устам преподношу кто такие алкоголики или даже не алкоголики а люди кто говорят слабенькие на это дело он все как говорит каплю в рот попало так это что за человек разве этот человек разве это бог он не способен от арта отнести стакан им и такие люди называют себя святыми христианами а для меня слова христианин настоящий христианин не псевдо христианин религиозник а настоящий святой человек он власти над собой это тот антикаин который способен лежащий при дверях грех не впустить себе в дом господствовать над ним человек это не раб и если ты не способен оторвать стакан или налить и отодвинуть его или отодвинуть его после десятый ты раб ты не святой ты не бог ты не христианин ты раб ты раб водички ты раб если вами правит алкогольный напиток можно сказать бездушная безличностная материя божья хотя бог всячески во всем бог в этой капли вина сейчас он все во всем материя эта энергия это ты ты не можешь это тебя несет после этого это ты совершаешь злые неадекватные для нормального человека поступки это ты и совместно радуйтесь какому-то удовольствию я могу и один этому удовольствию могу вместе с кем-то разделение радости удваивает радость как будто усиливает ее если ты не способен ты раб ты раб это печальный ты должен задуматься почему я не могу почему я раб почему я вроде бы в жизни нормальный человек я выпил и я иду кому-то морду бить я иду насиловать грабить убивать я не контролирую себя я несу ахинею меня показывают час на смартфон и все можно снимать мне стыдно за то как я себя вел а почему есть такой как христолюб веган который спокойно может выпивать мы можем камеру поставить и я не боюсь я могу дакуматоза выпить специально на эту камеру со мной ничего не будет я в жизни не раз напивался еще до покаяния после покаяния не добавился дакуматоза только потому что это причиняет вред моему здоровью потому что слишком большая дозировка со словом много кто знает и хорошая плохо сожрите много сладкого сожрите сожрите много соленого закрутки что плохая вещь не от бога переешьте их и вам будет плохо любого сладкого любого фруктов любых овощей любого напитка перепейте и вам будет плохо если вы не в курсе вот человек написал что якобы человек состоит из воды а он в курсе что смертельная доза воды выпины выпитый за раз равна 9 литрам 9 литров упиваешь и ты умираешь 9 литров воды в желудок одновременно у тебя попадает ты сможешь могут это может выпить даже обычный юноша средних лет юноша или девица есть случаи когда вот именно резвились так и я такие видела новости новости это не пропаганда ничего там дети на что-то поспорили ну юноша играли так скажем ребят и ребятня как это дурачилась и пили воду на спирт один чуть не клинанул там тому откачали правда вовремя но в принципе это смертельный номер там от 9 до 11 литров чистой воды живой источник божий дар вода везде и повсюду концентрация огромной воды в человеческом теле все она ломает работу организма так что плохо то божье творение или то как мы им пользуемся и куда это все ведет и заметьте тем самым разделением мы с этим юрием ничего вместе не сможем найти он будет считать меня грешником которого не слышит бог не отзывается на и молитвы значит я глухой прибывающий я я не глухой это получается как бы ну бог очень не хочет до слышит у него на желание нет или он не слышит почему аж я могу себе позвольте надо выпить или что я получается грешник во тьме еще и на роль проповедника до претендуя вот к чему все это приводит то же самое с татуировками с косметикой с одеждой с прическами да с разговорчиками все то же самое какая речь домой надо как степенный старец бла-бла-бла-бла-бла дети божьи бить не я думаю что иисусу нам это по евангелию к сожалению уже не видно мы не можем это понять иногда орал во все горло особенно когда это были проповеди уличные особенно в юру салиме на празднике и говорила это и эмоционально и дебоши в соломоновом капище вытворял он я думаю не мягко вот так вот еще раз на очередном примере вот таких вот мировоззрений людей хотел вам показать чтобы вы действительно поняли что такое в жизни грех это очень важно это настолько важно я надеюсь что конечно меня почти никто не слышит но кто-то может быть сегодня и услышит грех это только то что причиняет прежде всего кстати страдание именно вам почему я и говорю если до покаяния я мог себе позволить упиваться в куматоз мне это духовного душевного рынке их не вытворял плохих действий мне это телесное вредо приносило я болел как все как многие дам не раскалывался голова я обливал полдня потом ползал полдня день я отходил естественно да что это слишком много тут девять литров воды смертельно мы бывало по пять шесть литров пива могли всадить да и естественно это много для тела ему плохо и после покаяния да я восемь лет почти капли в рот не брал не почти а и не брал да мне самому так хотелось просто хотелось и я никогда за эти восемь лет никому не говорил что алкоголь плохо не просто так захотелось я первых ушел в себя кто знает в полное познание истины жил один мне это просто не было нужды когда я вышел да скажем на интернет проповедь а потом кто знает и уже в мир целиком вернулся до для проповеди для жизни что я могу теперь спокойно в компаниях и может сказать наедине но я не наедине с богом позволять себе радости жизни который он даровал всем да это очень важно услышать это очень важно понять это очень важно вы перестанете не не неправильно относиться точнее перестанете неправильно относиться к тем людям которых вы ложно почитаете грешниками и наоборот некоторых ложно почитаете правильником за якобы не делами вот этого вот а настоящие вещи вы никогда не увидите вы будете бороться за псевдо истина вы положите много своих дней вы таких эмоций сил слов ради якобы света думать чтобы быть нет вы будете не светить вы будете тьму распространять это очень важно вы очень много в своей жизни потеряете как раз настоящих святых людей которых вы не разглядите за вот этой вот ложной сатаной вам навязанной истины в кавычках и найдете сей вокруг себя и облипните вот такими вот псевдо праведниками да да вы наоборот напоите человека и узнаете что в нем сидит вдруг познается в беде и и прочие прочие вещи и в любой ситуации человек познается а это вот какашки завернутые в красивые фантики человек должен жить открыто одеваться как он хочет то что вы там всех завернули в эти платочки в бороды это ничего вам не дало это никакая не святость и не грех для тех кто это не делает как я сказал я говорю вы мимо себя пропустите кого-то оттолкнете нормальных настоящих святых людей детей божьих и облипните вот такими вот псевдо праведниками от которых будете хлебать только дерьмище это факт жизни я просто это прошел почему так и говорю и кто знает я груз близкими я очень к этим вещам тоже это не мелочи это не мелочи ты так и будешь меня думать что у меня татуировки грех да ты мне что по материи игру что по духовному будешь доказывать что болячки там пока по коже на потому что у меня татуировка потому что эта краска под кожей потому что бог потому что моисей сказал не наносить нарезов и надписи по мертвым да ты сама будешь в это верить и мне эту чушь втирать у нас будет конфликт потому что краска под кожей никак не влияет на это мы чего в себя тук не пихаем мы выращиваем это тоже краски и такие же пигменты вот так вот мы красим все живем в краске ничего не помираем уж про духовное вообще молчу кому моя татуировка хоть одному человеку причинила настоящую боль настоящую тоже ему неприятно меня смотреть да мне тоже много на чего неприятно смотреть мне на тебя с бородкой в платочке пояском подвязанным тоже неприятно смотреть лишь молчу уже твой дело дело вкуса ну хочешь ты ходить ходи пожалуйста как хочешь мне не жалко вот так вот так что вот так вот это не мелочи я говорю докатиться можно и кстати человек здесь докатился не до слабеньких вещей я вам говорю еще ладно бы с этой кожи получается я опять сам от своих болячек страдает человек какие обо мне выводы сделать если он делает обо всех что меня не слышит бог я во тьме я проповедник тьмы я кто скажет ты любишь тоже дари конечно они же мне пишут я читаю а как я должен еще это читать если дух святой достучиться то есть во мне нет дух святого до до него то достучался до адвентистов до теперь они в сухом законе в жесткой завязке да только даем каплю в рот и узнаете кто это такие если это сатана то почему я употребляю и не творю таких дел какие творите вы тогда употребляют пожалуйста давай с тобой сядем и выпьем почему я беря эту каплю в рот как ты говоришь напиток дьявола кто его как только не называет почему я еще больше скажу слушай пошли кому давай переведем по тысячу рублей мне там многодетная мамочка есть мы будем с тобой разговорить за жизнь зато зато почему меня будет тянуть все больше на добрый давай обнимемся братан а тебя тянет на какой-то г почему так вино виновата или ты ты я нет я употребляю у меня все хорошо значит от не напиток дьявола и дьявола в нем нету дьявол сидит в тебе а это лишь эликсир который выводит твою твою блевотину всю наружку вот кто вны вы рабы если ты запойный я могу варю стакан тут же если мне скажешь убери я уберу если хочешь меня под колоть как алкаша я выпил 2 убери все на сегодня хватит я господин над своим я грех лежит при дверях и я спокойно над ним господствую почему ты не можешь разве бог не насадил древо познания добра и зла в раю вкусе в которой человек умер я надеюсь я донес свои мысли это к очень печальным событиям подводит к очень печально кажется мелочи не мелочи все эти платочки от которых меня тошнит который в святость возводит это все лжеучения человеческие басни и бесовские предания это никакого бога здесь нет из этих платочков готовы человека толкнуть и наоборот нормально человека не принять это религиозный дух этот дух вселившись в этих людей и распинает иисуса христа в одном месте нету свободы для духа божьего и для духа бесовского религиозным эти религиозники когда-то и распяли самого бога явишься во плоти на этом я и закончу охранники и Субтитры создавал DimaTorzok